Антонио Тинчинева презента Приветствую вас, мои любители прекрасного! Устраиваемся поудобней, так как сегодня мы отправляемся с вами путешествием по нашей любимой Италии, а конкретно в местечко Чивито де Банью Реджу, где мы насладимся умопомрачительным расцветом и окрестностями этого городка. Отправляемся с автовокзала Витербо Риэлло до города Банью Реджу. Кроват входа автомат, покупаем билет за 2 евро 2 цента, он принимает только монетки. Автовокзал находится около торгового центра, отправление 1 раз в день в 6.05 по будням. Ориентир у нас мост, а это адрес автовокзала. Вот мы на месте, ехали минут 40, идем прямо сквозь город в 10-15 минут. В городе уже открыто много кафешек, можно выпить чашечку кофе. На смотровой площадке есть кафешка, но еще закрыто. У фотографа Андрея Бурла работа кипит, а мы просто насладимся рассветом. Это просто потрясающе, такого я не видела никогда. Просто сказка, что тут сказать. КОНЕЦ 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 ПОНЕЦ ПОНЕЦ КОНЕЦ 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 ПОНЕЦ Вот погода, она просто шиколепная. Представляете, где светится все что-то? Ой, сколько их там! Таких прекрасных котиков вы будете встречать повсюду. Поэтому возьмите с собой что-нибудь покушать для них. Они будут рады. Не забываем подписываться на канал. У меня уже есть два видео. Один про утлет в Молл, второй про утлет Макс Мара. И скоро выйдет еще много новых видео. Ссылочки на эти два видео я оставлю под этим видео. Котики очень очаровательные. Но мы с вами должны двигаться к городку Чивита. Важный лайфхак. Если вы хотите сэкономить 10 евро за вход в городок Чивита, приезжайте до 9 утра, что мы и сделали. А если нет, то вы можете купить билет за 10 евро на двоих в этой будке. Слева. Перед входом небольшая площадь. И вы заходите вот на этот мост. Мы, я повторюсь, зашли бесплатно. Солнце! Соли! Соли встает! То, как водят итальянцы, меня всегда поражало. Но это за гранью. Следуйте за мной. Нам нужно еще посмотреть на сам городок Чивита. В конце будет небольшой подъем, который требует физических усилий. Но это того стоит. Слева от меня туалет. Но если вам потребуется туда зайти, возьмите с собой и туалетную бумагу. Так как мы пришли рано, соответственно, никто там из работников не присутствовал. Вот мы, наконец, в самом городке. Я хотела вам рассказать, что в интернете много информации о том, как добраться на автобусе из городка Орвието. И все. Но, как видите, я нашла и автобус из Витербо. Правда, он только один в день. Скачав приложение Movet, вы сможете узнать длительность пути остановки и расписания. Или поехать в другие города. Например, я советую Монте-Фиасконы. Он рядом с Чивитой. Не повторяйте этот трюк. Я хотела вас попросить поделиться комментариями. Может, вы еще знаете, как добраться до этого места на автобусе. Из других городов, например. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я хотела бы сюда вернуться. Прогулка по городку займет где-то час-полтора. Он очень милый, но маленький. Здесь есть несколько барчиков. И, например, здесь есть еще парфюмерный магазин. Но это было все закрыто, так как мы приехали очень рано. Но на самом деле в этом вся прелесть. Мы ходили одни и наслаждались этой красотой. Вниз спускаться очень легко. Я сказала, что мы были одни. Нет, мы были не одни. Было очень много котиков. И опять они котики-котики-котики. КОНЕЦ Теперь я понимаю, почему это родина Ламборгини и Феррари. Так водить могут только они. Погода чудесная. Хотя на дворе 15 января 2020 года. А нам пора возвращаться в городок Витербо, где мы и остановились. Потому что его мы пока еще не посмотрели. В магазинчике мы купили обратные билеты. Ориентиром будет заправка. Вот здесь. Вот здесь. Билет. Вход в город Чивито. Ди Баню Реджо. Вот здесь. Выезжайте. Вот расписание. Автобусов назад в Витербо несколько. В час он тоже едет. 40 минут. Обязательно компостируйте билет. Дали линейца. Монт Фиасконы. Вот его я вам советую посетить. Мы не успели. Надеюсь, вам это удастся. В этом влоге мы прогуляемся еще по Витербо. Вот как раз мы возвращаемся обратно. Очень много овечек. Всем привет. Я приветствую вас в прекрасном городе Витербо, в котором мы приехали вчера. Сегодня с утра мы уже побывали в Чивито Баню Реджо. Про него мы тоже отдельно сделаем видео. Также будет видео про ВМО. И тренд. Это аутлет Макс Мара, который находится во Флоренции. И будет очень много интересного. Также я расскажу, наверное, про Текс Ри. Люблю вас. О утлеете Макс Мара у меня тоже есть влог. Посмотрите его обязательно. А вот идет истинная итальянка. Пойдемте за мной и прогуляемся по этому чудесному городу. Невероятный вид из номера на площадь Эрбе. Так приятно наблюдать за стильными парами в возрасте. Итальянцы не стесняются проявлять свои чувства на публике. Пока мы гуляли по городу, особенно вечером, мы обратили внимание на одну особенность. Могу сказать однозначно. Витерба – город мужчин. В ресторанах было 90% мужчин и 10% женщин, в лучшем случае. Это на заметку тем, кто свободен. И еще поразило то, что из крана у нас стекла минеральная вода. А все потому, что вокруг много источников и, соответственно, много спа-отелей. Ну и просто термальных источников, в которых вы можете искупаться. Подписывайтесь на канал, ведь вас ждет много интересных видео. И оставляйте, пожалуйста, комментарии. Я вам буду очень благодарна. Одна из центральных площадей. Очень красивое место. А тем временем мы изрядно проголодались. Выбирайте не туристические рестораны. Там дешевле и намного вкуснее. На мой взгляд, Витерба – прекрасная кухня. Наивкуснейшая местная кухня. Она же самая дешевая по меркам Италии. Ресторан «Итруска». За 4 блюда, 2 десерта, 1 литр вина мы отдали всего лишь 50 евро. Это очень мало по меркам Италии. Все, что мы скушали, было потрясающе. Этот десерт, он умопомрачительный. Свел нас с ума просто. Вот меню. Вы можете остановить и посмотреть цены. Спасибо, что путешествовали со мной. Смотрите мои видео, а их еще будет очень много. До новых встреч. Смотрите до конца, потому что вечерний Витерба – это что-то потрясающее. Витерба – это что-то потрясающее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова